Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Ксения Бородина сменила на острове любви Юлию Ефременкову. Скорее всего, ведущая приехала ненадолго, ведь прилетела не одна, а со своей старшей дочкой Марусей. Александра Черно обвинила Иосифа Оганесяна в их ссорах и конфликтах. Если бы он беспрекословно подчинялся, то проблем бы не было. Валерий Блюменкранц провел ночь с новенькой участницей, которая пришла к Саймону Морданшину. Либерж Кпадону выписалась из больницы. Девушка написала, врачи меня спасли и поставили на ноги. Теперь у меня пожизненная диета. Мне почти ничего нельзя есть. Энергетические газированные напитки для меня табу. Я всю поджелудочную сожгла. Самое обидное, что мне теперь в течение двух лет нежелательно беременеть. У меня были планы на следующий год подготовить свой организм к материнству. К сожалению, это придется отложить. День рождения Татьяны Литвиновой. Супруги отметили в караоке в компании бывших участников Сергея Кучерова, Штриха и Арая Чабаняна. Ребята пошутили, что ночевать Литвиновым в Москве негде, ведь Татьяну прямо в праздник выгнали с проекта или не пошутили. Новые правила в конкурсе Человек года. Участники, которые вылетели из первого тура, получают второй шанс. Двух из них возвращает коллектив, а одного – ведущие. На прошлой неделе вернули Алену Савкину, Валерия Блюминкранца, а ведущие пожелали дать еще один шанс Яббарову. Ольга Жарикова попала в ДТП. Девушка практически не пострадала, в отличие от своего автомобиля, но очень испугалась. Теперь она боится садиться за руль, разве только если получит новенький мерс от компании по производству порошков для похудения. Там хоть страховка расходы покрывает. Саша Шева и Виктор Шароваров снова вместе после ухода с проекта. Девушка посвящает Виктору стихи и признается в любви в сети. И к тому же, похоже, задумалась о возвращении вместе на Дом-2. Интересная новость с сайта шло к Андрею Шабарину. Пора собирать вещи и возвращаться в Москву, потому что беременность Анастасии Кочервей подтвердилась. В скором времени мужчина впервые станет папой, но только при условии, если бывшая участница сможет доказать, что носит под сердцем именно его ребенка, а не от Саши Гобозова, олигарха, у которого она была в гостях с Гобозовым или Андрея Штриха, с которым отдыхала в клубе и целовалась в засос. Какое решение примет Шабарин и планирует ли он поддерживать свою бывшую подругу, пока не понятно, но Настя утверждает, что уже встала на учет в роддоме. На данный момент, по мнению Шабарина, слишком мало доказательств и верить Кочервей он не собирается. Настя не раз обманывала его и ведущих Дома-2 и зрителей. Друзья, пожалуйста, оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Ольга Бузова сегодня наконец вышла на связь с фанатами, объяснив отсутствие депрессии и желанием побыть в тишине. Ведущая ответила на несколько вопросов, волнующих подписчиков, подтвердив официально разрыв отношений с Денисом Лебедевым. В подробности Бузова пока не вдавалась, но со временем обещала рассказать, как ее предал человек, которому впервые за несколько лет она смогла довериться. Но виноватым себя Лебедев не считает. Более того, слухи, которые распространяются о нем в интернете, лживые и беспочвенные. Денис готов ответить по каждому пункту, а ведь их немало. Его обвиняют не только в обмане, но и в мошенничестве. Лебедев утверждает, что Ольгу Бузову не обманывал и намерен это доказать в суде. Заявление уже написано. Осталось дождаться, пока Ольга остынет и будет готова выслушать его обвинение. Хотя Денису очень обидно, что она ни на секунду не задумалась о том, что его могли оклеветать. Кристина Смирнова рассказала о том, что Юрий Маркелов бросил ее сразу после того, как они вышли из дома 2. Кристина уехала в Санкт-Петербург, а Юра вернулся к своей бывшей девушке и перестал отвечать на смс-сообщения проектной невесты Смирновой. Оксана Рязко пока не может рассказать, что происходит в ее жизни, потому что счастье любит тишину. Она просит следить за инстаграмом и скоро все будет понятно. Стало известно о том, что Алексей Безус отправился в отпуск. Молодой человек поехал в Подольск, где живет его бывшая возлюбленная, родившая в начале этого года дочку от Леши. Парень уже опубликовал фото своей дочки, которую держит на руках. Чуть позже в сети появилась новая фотография Алексея в ночном заведении. Он обнимается с прекрасной незнакомкой, однако это не мать его ребенка. Очевидно, что Алексей успел провести время с бывшей девушкой и дочкой, после чего отправился тусить в клуб. Стоит отметить, что самые страшные ожидания Милены Безбородовой оправдываются. Девушка беспокоилась, что Безус вернется к матери своей дочки, однако парень превзошел сам себя, развлекать в компании прекрасные незнакомки. Как объяснит Алексей, это своей девушке пока неизвестно, но зрители должны быть готовы к новым истерикам Безбородовой. 14 октября Никита Шилюков стал отцом. У него родился сын весом 4 кг и ростом 55 см. О рождении малыша в сети сообщила сама бывшая девушка Никиты Яна Вережкова. Яна поделилась, что беременность притекала сложно. На раннем сроке она дважды лежала на сохранении и врачи даже говорили ей готовиться к худшему. На данный момент Никита пока так и не установил контакт с матерью своего ребенка, а новость о рождении сына отказался комментировать. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!